всем привет в этом видео я буду высаживать зеленую изгородь из туи западный смарагд расскажу все поэтапно и конечно покажу весь процесс на каком расстоянии использовать почему я выбрала тую смарагд я приобрела 14 туи у меня расстояние около 10 метров которые я должна засадить для зеленой изгороди чаще всего используют тую смарагд тую braband тую колумнарис и желтой хвоей тую санкист я остановила свой выбор на ту и смарагд почему потому как она имеет а строгую колоновидную форму очень густую крону допустим как барабант она все-таки рыхлая да она растет быстрее в два раза чем смарагд но крона рыхло мне не нравится мне нужно чтобы это зеленая изгородь была настолько плотный что чтоб там никто не прошел и менее пропускала она света я приобрела вот такие саженцы в двухлитровых контейнерах имеют высоту от 50 до 60 сантиметров ну конечно такие туи до метра приживаются намного лучше и соответственно быстрее развиваются и дают наибольшие приросты до метра желательно можно конечно приобретать больше размера но здесь уже немного будет сложнее высаживать зеленую изгородь высаживают для того чтобы разделить какие-то зоны в саду вот как в моем случае у меня плодовый сад правда там уже есть розарий я хочу разделить плодовый сад от декоративного от дома также используют живую изгородь вместо забора отделить от декоративного сада огород и еще много-много разных причин для высаживания зеленой изгороди саженцы я приобрела в питомнике их цена 10 рублей это примерно 4 доллара саженцы достаточно хорошая при выборе а желательно для изгороди выбирать такие саженцы которые будут иметь не один ствол а два вот к примеру здесь вообще ствол разделился на 4 сад для чего это для того чтобы была более густая и пышная крона если будет один ствол а все-таки туя будет более строгую форму иметь имение разрастаться вширь поэтому для зеленой изгороди лучше брать вот такие рату и которые имеют несколько вот несущих основных стволов это именно для изгороди если вы просто покупаете для красоты ту из марок тогда лучше выбирать с одним центральным побегом после того как мы приобрели саженцы следующим основным и первым этапом что мы должны сделать это натянуть вот такую веревку где будет а наша живая зеленая изгородь для того чтобы она была не только визуально ровной но и росла и развивалась чтобы это со всех сторон выглядело красиво тую сморак необходимо высаживать на расстоянии 70 сантиметров друг от друга чтобы от главного центрального побега одной туи до следующей ту и было 70 сантиметров для этого я делаю разметку вот ставлю такие таблички то есть беру линейку вымеряю 70 сантиметров от центрального ствола туи до следующей метки и таким образом проставляем по длине все веревки вот такие меточки можно использовать вот у меня таблички разного калибра все что было в наличии то и пошло дальше пошли шампура следующим этапом с помощью лопаты делаем такие надрезы 4 надреза в газоне убираем этот верхний слой для того чтобы уже в последующем нам было ровно и удобно выкапывать ямы веревку пока оставляем для более точности чтобы наша изгородь была ровненькой вот так верхний слой дерна мы уже сняли получилось достаточно все ровненько теперь будем выкапывать ямы ямы мы выкапываем с помощью строительного бура вот так вот он выглядит он больше двухлитрового горшка я потом покажу как это выглядит для чего мы используем бур для того чтобы максимально сделать все аккуратно и меньше оставить мусора на газоне вот с помощью такого строительного бура это получается очень аккуратненько и чисто яма получилось достаточно глубокой если наш контейнер имеет высоту 12 сантиметров то яма получилось около 30 сантиметров глубиной и ширина 28 сантиметров наш контейнер имеет ширину так возьмем две большие точки 19 сантиметров то есть у нас будет хороший запас по бокам для добавления хорошей плодородной земли вот как выглядит корневая той которая росли в контейнерах ну то есть пересаживались с одной емкости контейнера в другой здесь видны белые корешки значит у я живая и активно сейчас будет нарастать для посадки я буду немножечко подымать нижний слой корней вот так отодвигать их в стороны чтобы они быстрее начали расти в яме и развиваться приступаю к посадке своей зеленой изгороди на дно ямы насыпали земли сюда я добавила горст удобрения его можно как посадочную яму добавлять я использую нитроаммофоску вот она выглядит вот так серого цвета горошины либо уже поверх после того как мы посадили значит как сажать из контейнера растения заглублять их сильно не надо опускать буквально на сантиметр полтора даже рекомендуют высаживать вот такие контейнерные растения на уровне земли но я немножечко присыпаю буквально сантиметр-два сверху столько переделали работы что уже вечер в саду но моя смарагдовая изгородь наконец-то посажена и я ее закончила той изгороди осенью будет три года сажала точно такими растениями смотрите как она вымахала за два с половиной года то ли еще будет но через пять лет они должны сравняться теперь остается и хорошо пролить чтобы прям стояла вода ну и если у вас засушливая погода то в течение там недели-двух следить за тем чтобы ком не пересыхал пока они не укоренятся в общем все несложно если придерживаться определенных правил соблюдать дистанцию между посадкой для живой изгороди если вы не преследуете такую цель как таковую то можно сажать на расстоянии большим друг от друга если просто вы хотите видеть туи но если это изгородь то вот такой порядок натягивается веревочку чтобы было все ровненько делайте отметочки выкапывается ямы и сажайте эти туи ничего в этом сложного и чего-то необычного нет чуть позже при ствольные круги я замульчирую вот такой корой мелкой фракции сосновой через нее не сильно то лезет сорняк поэтому это очень удобно и на первых этапах пока ту и наберут свою силу начнут двигаться в рост то вот такое для подкормки удобрениями при ствольный круг с мелкой фракции коры очень удобный вариант газон не запачкали сейчас все буду проливать он быстренько восстановится как будто эти туи здесь и росли уже не первый день всем хорошего дня и хорошего настроения